Строевой шаг, прямая осанка и парадная форма. Сегодня выпускники военного института отправляются в большой путь военной службы. Пасмурная ветреная погода не помешала теперь уже офицерам провести прощальную церемонию, а торжественное построение выпускников вуза украсило главную площадь нашего города. Мы выпускаем 74 молодых офицера. Из них трое – это граждане Республики Таджикистан, обучающиеся в военном институте согласно договору с нашими партнерами по ОДКБ. Все ребята подготовлены, молодцы, сдали выпускные экзамены, очень многие на отлично, остальная часть на хорошо. Прошли сложный курс, 4-летнее обучение, готовые влиться в ряды вооруженных сил и полноценно исполнять свои обязанности по занимаемым должностям. Распределены все по частям сил воздушной обороны и с 20 ноября начнут службу уже непосредственно в вооруженных силах. Помимо казахстанских ребят, учебу в военном институте прошли и граждане Республики Таджикистан. Все молодые специалисты получили основательную подготовку, прошли практику и сдали самый важный и волнительный выпускной экзамен. В числе будущих защитников нашей родины Вадим Драган. 25-летний лейтенант мечтал покорить небо с детства. Воспитывался Вадим в семье родной тети. У него есть три сестренки, которые гордятся выбором брата. Проходить практику управления воздушным судном Вадим начал еще в 16 лет, в рядах юных жасулановцев. Свой путь я начинал еще в городе Астане, в военной школе имени генерала армии Сагадат Хошмидовича Нармагамбетова, Жасулан. Еще в 10 классе я совершил полеты и совершил первый самостоятельный вылет на ТЛ-2000. После чего в 2015 году я поступил в военный стульс сил воздушной обороны. Через год, в 2016 году, по обмену опытом, я перевелся в Китайскую Народную Республику. В Китайской Народной Республике я проучился 3,5 года. В связи с пандемией во всем мире граница была закрыта, я вынужден был вернуться к себе в страну. В дальнейшем Вадим планирует продолжить военную службу уже в Талдукоргане. Помимо него еще десятки амбициозных и отважных парней сегодня вступили в новую жизнь, где будут подавать пример другим, являясь обладателями престижных званий и профессий.